Привет! Меня зовут Юлия, вы на канале Простые Радости. Сегодня расскажу, как сделать из цемента своими руками вот этот декоративный светящийся домик тыковку. Так он выглядит ночью, а вот так при дневном свете. Если вам понравился результат, то поддержите меня, поставив пальчик вверх, ну и конечно же подписывайтесь на мой канал, буду очень-очень рада! Итак, как всегда, сначала готовим каркас. Я его сделала из двух пластиковых бутылок, из 5-литровой и 1,5-литровой бутылки. 5-литровую бутылку укоротила вот таким образом, 1,5-литровую обрезала и скрепила две детали из бутылок скотчем. Вырезала отверстия под окна, одно снизу и одно сверху. Также обмотала каркас проволокой. Она не обязательно должна быть, как у меня. Любая мягкая, какая у вас есть, но не сильно тонкая. Каркас готов. Теперь обмазываем его раствором. Состав раствора такой. Одна часть цемента марки 500 и две части песка. Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что поверхность, на которой будете работать, лучше застелить целлофаном, так как от него легко отстает цемент, когда застынет. А вот от другой поверхности его будет трудно оторвать или вообще невозможно. Ну а поскольку я захотела, чтобы в окнах светился свет, я на задней стенке вырезала отверстие под садовый фонарик. Вот таким образом. И вставила проволоку в раствор. Это будет труба. На следующий день, перед тем, как наносить раствор, смачиваем заготовку водой для лучшего сцепления слоев. Теперь можно начать работать над формой изделия. Если хотите такую же широкую тыкву внизу, как у меня, то накладывайте несколько тонких слоев, а не толстый, иначе весь цемент будет сползать вниз. И не забывайте слои просушивать между собой час-два. Ну или чтобы слой цемента был потоньше внизу тыквы, лучше подготовить сразу каркас пошире внизу, например, обмотав его дополнительно салфаном и замотав скотчем. До этого я, к сожалению, додумалась только в процессе работы. Трубу из стебель тыквы обматываю хлопковой тканью, смоченной в жидком растворе. Оконные рамы, если их можно так назвать, у меня из обрезков строительной сетки. Вставляю сначала верхнюю раму, а поскольку внизу еще будет один слой цемента, то в нижний оконный проем вставлю раму позже, чтобы ее не утопить сильно в цемент. И все продолжаю трудиться над формой тыквы. Теперь даю цементу часа два застыть и леплю стебель и трубу. Снова придала кое-где форму тыковки и вставляю так называемую раму в нижний оконный проем. Стебели труба немного подсохли и можно им придать более-менее законченный вид. Заканчиваю работу над формой тыквы. Приступаю к оформлению окон и двери. Субтитры делал DimaTorzok А также изображаю вот такие пупырышки на тыкве. Через часа два начинаю прорисовывать детали. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это изделие я красила через 7 дней, можно это делать через 5. Перед покраской смахнула остатки цемента пыль. Наношу грунтовку смешанную сразу 50 на 50 с акриловой фасадной краской. Краска, конечно, с добавлением ковера и даю высохнуть. Стебель окрашиваю зеленой акриловой краской. Нужно стараться, чтобы краска не затекала в прорисованные прожилки. Всю тыковку сначала покрываю губкой желтой краской. И все той же краской желтой прохожу с полусухой губкой по стеблю. Второй слой желтой краски наношу кистью. Где-то устраняю недочеты в покраске. Рисую вот такие полоски с неровными краями. Ставлю зеленые точечки, где считаю нужным. Просто черным колером обвожу полоски по краям. Также обвожу маленькие зеленые точечки. И кое-где хаотично черным цветом также ставлю черные точки. Окнам, двери и трубе я решила вернуть коричневый цвет. Только слегка их оттенила желтым. Цвет полосок мне в итоге не очень понравился. Получился какой-то как зеленка. Поэтому, чтобы не наводить отдельно краску, я желтый колер наносила прямо на полоски. И смешивала его кистью с зеленой краской. В итоге полоски получились более теплого оттенка. Также совсем чуть-чуть зелени добавила на окна и дверь. Краска хорошо высохла. И я сверху изделие покрыла яхтным лаком. Вот и все, изделие готово. Вставляем фонарик в отверстие и вечером любуемся на светящийся домик. Хочу заметить, что то, насколько ярким будет свет в окошках, зависит от многого. Например, от мощности лампочки, от расположения отверстия под фонарик по отношению к окнам. Или от размера самого изделия. У меня светится же не очень ярко. Тусклее, чем передает камера. Но все равно это очень уютно. С ним очень уютно в саду. Всех благодарю за просмотр. И до новых творческих идей. Субтитры сделал DimaTorzok